всем привет с вами Татьяна Антоненко и мы на канале о рукоделии сегодня у нас обзор молда смотрим два молда это кабошоны с отверстиями это граненые такие кристальчики и в каждом есть маленькое отверстие такие хорошенькие глянцевые такие прям красивые а второй молд это сережки он у меня уже очень сильно старый я много пользовалась мне он очень сильно нравится здесь получается есть основные формы и вот эти как бы сказать не коннекторы отливки под гвоздики это проще так сказать вы крепите гвоздик и через гвоздик уже соединяете элемент отливки вот эти под гвоздики я все не заливала я залила основные элементы чтобы их показать давайте начнем с маленького с кабошончиков поближе сейчас сделаем давайте вот такие они что тут хорошо что есть отверстие с одной стороны хорошо другой стороны плохо потому что если вы захотите сделать брошку это отверстие нужно будет просто перекрывать по сути до брошка здесь хорошо получается если взять двухсантиметровую брошку она основа для броши она хорошо держится только нужно будет закрыть отверстие они вот такие вот кристальные размер вот на руке давайте покажу и потом в сантиметрах озвучу вот такие они небольшие они небольшие но у них очень хороший размер например для сережек и для брошей а также это может быть такая вот подвеска вот такой у них размер давайте сейчас я расскажу сколько это в сантиметрах примерно чуть меньше трех они где-то 2 и 8 получается что ли 2 2 2 7 2 и 8 такой вот только около трех сантиметров получается у них размер а ширина у них 0 5 они выпуклые единственный такой момент тут получается раз два три 4 5 крупных до отливочек и две вот такие малюсенькие вот такие малышки еще есть такого размера получается единственный момент у них очень маленькое отверстие очень маленькая прям его вам даже не видно но она там есть и с ним надо через колечко не получится у вас работать оно сюда просто не входит то есть поверьте мне оно сюда не входит колечко я сейчас заказала себе расширитель для бусин это такая это такое шило на котором есть абразив по простому да как-то так сказать я под я попробую мне кажется очень хорошо будет расширять вот такие вот отверстия чтобы колечки входили а сейчас вам понадобится если вот просто заводской использовать обязательно нужен будет вот такой зажим то зажимом он хорошо закрывается колечко не подойдет в этом случае имейте ввиду в общем вот такие они к кристальные использовать можно где в сережках я вот на фурнитуру просто смотрю да то есть можно сделать вот сережку что такое вот таким образом допустим сережку сделать можно а можно сделать подвески и брелочки если вы на колечко да подсоедините пожалуйста будет вам готовый брелочек и подвесочки вот по поводу брошек заколок вопрос только в том что нужно закрыть отверстие то есть везде где есть отверстие если вы хотите использовать брошку нужно его как-то закрывать а так брошка была бы просто изумительная потому что это все очень сильно граненое это все вот если залить просто в черный цвет даже она будет прям такие грани очень интересные очень красивые и вот такое сердечко у сердечка это не брак это прям вот оно такое с опалубкой такой это молд такой будет ну как оно не ровно это сердечко вот такое это не брак это все нормально молд хороший недорогой глянцевый простой силикон китайский с алиэкспресс ссылки будут в описании и приходите в группу в новую называется материалы алиэкспресс и я ссылки на все на все свои материалы по материалам использовала я голографические блестки использовать можно мелкие блестки можно использовать хлопья блестки вот они хлопья блестки и любые крупные блестки тоже можно использовать здесь ограничение по блесткам нет иногда я говорю ограничение по блесткам когда очень тонкие молды здесь вы можете и сухоцветы я кстати раньше использовала в этих подвесках сухоцветы здесь ширина глубина которая сейчас 4 миллиметра примерно можно спокойно использовать сухоцветы также пигменты любые которые есть это алиэкспресс любые красители алкогольная его чернила у меня это все мне одна заливка поэтому они те же пока что материалы смола у меня жидко универсальная artline самая жидкая смола у них я ей пользуюсь вот получается здесь тоже смотрите какой момент здесь отлично подходят зажимы которые только что показывал и уже куда то дело куда я его делал только что только что был вот эти зажимы сюда прям отлично вписываются прям очень хорошо закрывают и получается либо сережка либо подвеска я их делала и как сережки и как подвески то есть продажу у меня есть это это и сережка и в подвеска у меня из продажи можно попробовать сделать колечко но нужно смотреть по размеру конечно колечко подойдет она вам или нет куда-то я делала пассатижи убрала куда-то вот это подходит это по моему 07 по моему у меня эти кольца давайте еще скажу есть пакетика взяла да вот эти кольца кольца 7 миллиметров вот эти вот мои я купила все кольца 7 миллиметров в последнюю партию смысле много одного размера у меня есть все размеры колец но я купила 7 миллиметров побольше они такие универсальные 7 миллиметров они подходят много куда и чтобы не путаться очень в колечках и вот спокойно закрывается это кольцо делаете ну золотое уж конечно по фурнитуру понятно что она подбирает под цвет сажаете вот это колечко и у вас готовая вот такая сережка чем мне очень сильно нравятся эти моды они рифленые очень-очень я пойду от них без ума то есть видите есть рифление вот даже когда я заливала просто условно там в бежевый в розовый очень интересно в перламутровый за счет этого рифления получается такая вот интересная штучка видите они такие глянцевые и рельефные рельефные вот эти два а вот это простой он не рельефный и очень интересный вот такой зонтик как я мне кажется это зонтик может и нет у него есть два отверстия вот давайте покажу два отверстия наверху и внизу у как раз вот блик поймали отверстия вам хорошо видно да и есть вот такая подвесочка в комплекте к ним и если в один цвет соответственно залить можно вот так сделать подвеску я вот так делала очень интересно можно сделать там же разные вот эти есть подвески вот такие вот они разные я залила только несколько можно взять поменьше и сделать вот так тоже через колечко плюс я вот сюда еще делала пин с бусинами то есть не смолу а прям бусины я вот сюда делала и вот можно присоединить там ну все же все что вы хотите да в этом плане очень интересная вот эта формочка и она ну глянцевая получается две рельефные две глянцевые а вот еще одна тут примастилась у нас краю с вами она тоже глянцевая мне тоже она безумно нравится такая вот абстракция я вообще люблю абстрактные фигуры мне нравится вот такая абстракция чисто глянцевая при желании ее можно сверлить и тоже бусинки добавлять а через штифты потому что толщина позволяет штифт сделать еще ну такая толстенькая да вот вот даже вот таким простым перламутром когда вы зальете вот рельеф будет тоже очень красиво чем мне нравится мне кажется это очень праздничные моды очень праздничные сережки получаются вот ну сами видите да как они в блесках хорошо играют они большие заливаются они просто стаканчика без пипетки любые блески любой декор все туда помещается но кроме уж совсем высокого то есть сухоцветы нужно тоже подбирать да чтобы они были высокие но с блесками вообще идеальный вариант мне кажется вот на новый год я в том году их на новый год делала хорошо ну смотрите ну красиво же мне безумно нравится и да вот получается это этот молд использовала я лично как сережки и подвески можно сделать из этого брелок конечно же по поводу броши наверное нет во-первых и фигура не очень подходит ну и во вторых опять таки отверстия но смотрите сами мне кажется брошь нет ободки и заколки тоже мне кажется нет они прям большие а с отверстием декор декор не знаю что вы делаете если у вас фантазия как бы позволяет можно декорировать они высокие если их куда-то во что-то высокое например залить какую-то крышку да возможно но рельеф потеряется если вы будете заливать может просто ну к чему-то там приклеить к салфетнице тут конечно ваша фантазия вот основная задача это подвески и сережки а у кабошонов применение да если бы не было отверстий применение было бы больше а так как они с отверстиями это тоже как бы либо сережки либо подвески либо брелки но подразумевается это так вы можете сделать все что угодно вот такой вот у меня обзор на эти моды безумно нравится мне эта форма она уже у меня говорю повидавшие виды она такая большая вот если она на руку не помещается у меня она больше чем моя рука вот эта подвеска форма хотя она уже смотрите матовая а она до сих пор глянцевая то есть я много использовала и она до сих пор глянцевая но изделия я имею ввиду хороший и цена у нее хорошая мне нравится мне нравится эта форма вот все вроде рассказала подписывайтесь пожалуйста на канал ставьте лайк пишите любые комментарии буду рада другие обзоры молдов смотрите в плейлисте обзоров молдов или там по поиску поищите приходите telegram каналы с общением с материалами есть telegram приходите туда на этом у меня все до новых встреч пока пока